Приветствую вас на канале календарь и у меня зовут Аня Лапа и сегодня я вам расскажу историю песни I love rock'n'roll, которую исполнила пчела в пятом выпуске шоу маска. В пятом выпуске пчела исполнила две композиции в одном выступлении, но я решила рассказать вам историю именно этой песни, второй I love rock'n'roll, потому что я считаю, что эту песню знают и слышали все, но возможно они все знакомы с ее историей и с исполнителем. Итак, впервые песня I love rock'n'roll прозвучала в исполнении группы The Arrows в 1975 году. Вот только для того, чтобы стать большим хитом, песне понадобилось целых семь лет и одна неординарная девушка. Как ни странно, Алан Мэрил, основатель группы The Arrows, обрел популярность за пределами США. Так, в начале 70-х он обрел большую популярность в Японии, а в 74-м создал группу The Arrows, которая базировалась в Лондоне. Начиналось все вроде неплохо, первые три сингла группы даже попали в британские чарты, а вот дальше все не заладилось и даже песня I love rock'n'roll не везло с самого начала. Авторами этой песни значатся сам Алан Мэрил и его коллега по группе Джейк Хукер. Хотя сам Алан позже в интервью говорил, что участие Джейка в написании песни было, ну, чисто символически. По словам Аллана, песня стала некой реакцией на хит The Rolling Stones, It's On The Rock'n'Roll. Это всего лишь рок'n'roll. Музыканту показалось, что роллинги таким образом смущенно оправдываются перед своими новыми друзьями из аристократической элиты, такими принцами и принцессами. В ответ Мэрил решил сочинить такую образцовую рок'n'rollную песню, в которой без всяких обидняков признавался в горячей любви этому жанру. На первый взгляд сюжет I love rock'n'roll не блистал какой-то оригинальностью. Парень приходит в бар, знакомится с девушкой и заводит музыкальный автомат. В песне звучат такие слова. Я увидел ее танцующей около проигрывателя. Я понял, что ей должно быть около 17. Ритм моей любимой песни, игравший в это время, усиливался. И я бы сказал, что еще немного, и она будет со мной. Да, со мной. Однако сама структура песни была довольно хитроумной. Дело в том, что припев этой песни представлял собой тот самый вымышленный хит, который якобы звучит из того самого музыкального автомата. То есть одна песня была как бы помещена внутрь другой. Мэрил этой фишкой очень гордился, хотя не все замечали ее. И вот как звучит припев этой песни. Я люблю рок'n'roll, так что вставь еще четвертак музыкальный автомат, малышка. Я люблю рок'n'roll, так что приходи провести время и потанцевать со мной. А вот Микки Мост, продюсер группы, хита не заметил. Он выбрал для первой стороны сингла балладу Broken Down Heart, а I Love Rock'n'roll засунул на вторую. Правда, через какое-то время жене продюсеру удалось уговорить мужа поменять стороны местами. К сожалению, это не помогло. И в момент выхода песни, это был июль 75-го, группа находилась в напряженных отношениях со своим лейблом. А тут еще началась забастовка английских газетчиков. И в итоге I Love Rock'n'roll вообще пролетел мимо чарта. Впрочем, от записи песни была какая-то польза. В том же 75-м группа исполнила I Love Rock'n'roll на телешоу, ведущей которого была Мириал Янг. И она предложила группе The Arrows вести свое собственное шоу, The Arrows Show. И оно в течение года выходило на телевидение. И там очень часто песня I Love Rock'n'roll звучало. Одно из этих выступлений по телевидению увидела 18-летняя девчонка Джоан Джетт. Несмотря на свой юный возраст, Джоан уже год как колесила по миру со своей группой Runways и как раз пребывала с гастролями в Англии. The Runways был одним из первых рок-бендов, которые полностью состояли из девушек. С одной стороны, данный факт привлекал внимание, с другой стороны, группе относились несерьезно. Именно такой песней была I Love Rock'n'roll, которую Джоан сразу же захотела записать. Но партнеры по группе Runways ее не поддержали. Джен не сдалась и призвала на помощь участников группы Sex Pistols Стива Джонса и Пола Кука. И в 1979 эта песня вышла в свет. Сингл прошел незамеченным, тут еще Runways распались и Джон чуть вообще не пустил себя в все тяжкие. Ситуацию спас продюсер Кенни Лагуна. Он выкупил права на три ранее записанных песни, в том числе и на I Love Rock'n'roll. Как и Джетт, Лагуна был убежден, что это хит, но однако решил приберечь его чуть на попозже. И вот почему. Дело в том, что певица со своей новой группой Black Hearts, на этот раз окружение было полностью мужским, никак не могла заключить контракт на запись. Когда ей отказали два десятка лейблов, Лагуна решила записать альбом своими силами и распространять его на концертах. Постепенно группу заметили и синглы просочились в радиоэфир. Таким образом, настало время I Love Rock'n'roll. И расчет оказался верным. Сингл с песней не только вошел в американские топы, но и провел там целых семь недель. Наверное, секрет успеха заключался именно в том, что песню исполнила женщина. Дело в том, что принципиально текст не отличается от оригинала, а отличается лишь тем, что его поет Джон как бы с женской естественной стороны, от женского лица. И получается, что как будто это она снимает парня в паре. Ну и недаром версию Джон Дженнет считает одним из кирпичиков в борьбе за равноправие женщин с мужчинами. Масла в огонь подлил и клип на песню, где Джон, обтянутая кожей, выглядит также агрессивно, как и рок-мужики. Интересно, что изначально клип был цветным, но Джон не понравилась обилие цвета, и в итоге его сделали черно-белым, что добавляет ему какую-то немножко ретро-окраску. Но сегодня можно найти первоначальную версию клипа, где видно, что комбинезон певицы был вовсе не черным, а красным. Именно благодаря Джон Джетт на эту песню он до сих пор продолжает записывать каверы, но, я думаю, самый известный еще один кавер на эту песню – это каверы в исполнении Бритни Спирс, который был записан в 2001 году. Многие критики посчитали запись Бритни неудачной, но это не помешало синглу стать номер 3 в Британии. А первоначально автор-исполнитель песни Алан Миррл в возрасте 69 лет скончался в марте 2020 года. Вот такая история у этой песни, я надеюсь, вам понравилась. Обязательно напишите в комментариях, знали ли вы раньше исполнители этой песни, знакомились ли когда-либо с ее историей или, может быть, думали, что этот хит принадлежит Бритни Спирс. Ну, а я благодарю вас за просмотр, меня зовут Аня Лап, это мой канал Календариум. Пока-пока!